Ну что ж, друзья, мы снова с вами и снова будем говорить о том, что же нужно команде Винстрайк, чтобы победить. Или какой-то сумасшедший персонаж для Дахака, типа какой-то там Фурион, Фантомка или что-то еще. Там, возможно, Урса где-то появится. Урса у нас, кстати, как-то в финальной части, в принципе, перестал появляться. Как-то, ну, групповой мы его видели-видели, а здесь тоже резко пропал, с чем это связано. Не знаю, возможно, не самый надежный герой, от чего команда толстилась. Под него сетап нужен определенных героев, опять же, да и против него, то есть. То есть увидишь Кунку, говоришь, да. Берешь Урсу, видишь жирного персонажа, которого надо съесть быстро, берешь Урсу. Но видишь Медузу, говоришь, нет. Да, Медузы нет. Медузы нет. Берешь Антимага, значит. У тебя против Медузы можно Диффуза собрать. Ну, типа да, но ты можешь взять какую-нибудь там Пэлла, что-нибудь. Это поэффективнее будет, я согласен. Типа Антимага. Взять Антимага вообще не париться. То есть ты просто зашел, взорвал ее, и Диффуза исходишь, бери. Все, все можно. Так вот, я по поводу земели говорил. Опа. И к слову. Я пробую. Вот, и, соответственно, земель-то у нас как-то не особо часто появлялся. Слушай, у тебя рот открывается, у него рот не открывается. А? У него открывается рот? Нет. Да. Он камень. Ну, ты видишь? Он камень, как он откроет рот. Ты даже открой рот, видишь? Открой рот. Не знаю. Открой рот. Видишь, у тебя, типа, линия разреза над верхней губой. То есть, типа. Это... Ты скорее, это как будто у тебя усы, типа. Подожди, нет, у нее нормально разрез. Это усатый камень. Нормальный разрез там что-то. Ну, короче... Я разбился смыслить, что ты спрашивал. А я не слышал. Я тоже не помню, что там говорил. Ну, и неважно, пацаны. Я уже готовился отвечать, и потом появился... А, земель. Земель не берут, потому что не берут. А-а-а-а. Он слеман. Ну, как бы, я бы не сказал, что он сломан, просто... Нет, у него поломано, первая билка сейчас. А что с ней, подожди. Кидаешь третью бойна, ой, первую бойна, и у тебя не работает третья. Нет, сейчас... Вторая ты вообще не катишься. А-а-а, радиус, типа. Первая, что-то еще, там, типа, из-за анимации. При этом ремонты стучатся друг об друга, дальше не летят. Там просто забей. Отъяснение чистка! Ты видел баги с бистом, которые сейчас есть вообще в доте? Бист, Марси, когда там вместе в одном драфте, что там происходит? В сочетании некоторых спеллов. Ну, там чисто я тебе потом покажу нарезку, там, всякие баги. Типа... Это, возможно, сейчас уже пофиксили. Типа ультишь, отталкиваешь в арену, и она у тебя убивает? Ну, типа того там. Я понял. Там больше баг не в механике, а именно в отображении это все с точки зрения техники. Потому что он видел, там у нас были пару дней, когда текстурки багали. Когда ПЛ был, и у него каждый, типа, иллюзий... А, у МК. У МК с аганимом иллюзия вылезала с эффекта доставания оружия. Да, с эффекта. Вот такое. Да, прикольно. Я видел МК раскладывающий в арену в виде Рошана. И все маленькие Рошанчики разбегались в все стороны. Вот тут уже я понимаю, Counter-Strike. Ничего не ломается, все нормально. Я вчера читал новость на, кстати, Сайберспорте о том, что хотят... Инсайдер сообщит, что по 10 лет хотят на Сурзо перевезти. Не надо. И тогда добро пожаловать в Куб. Не надо. Оставьте хоть что. Тогда добро пожаловать в Куб. Короче, блин, я не знаю, это из-за движка или из-за чего. Это вообще проблема, я не особо силен в этой тематике. Но очень странно, что каждый раз, когда выходит патч, у тебя супер много багов вылезает. Ну, видимо, нет какого-то отдела, который все это проверит. То есть ты тестировщиков. Ну, ты же понимаешь, да, насколько апофеоз? Это в каждой компании сейчас. Зачем платить тестировщику, если можно выкатить условно верли Аксесс, и тебе заплатят и протестируют за тебя? Еще мнение собрать можно. Ну, тем, чтобы не было вот так. А какая разница? То есть тебе за... Вот, прикинь, вот ты можешь пойти в сельский туалет, типа, дырка, типа, знаешь, просто в деревяшку. Навалить и получить за это еще и денег. Отличная же тема. Вот. И Valve в этом плане, они хотя бы не просят с тебя денег, они лучше, чем остальные. В том плане, что, типа, просто играть. Да, они не идеально играют, да, они там первички что-то делают. Но с годами, в среднем, ситуация в моем понимании чуть лучше, потому что вот они хотя бы, знаешь, не просто сказали, типа, ой, ладно, весеннюю уборку. Ой, баги. В следующем году, типа, ребят, вот, снова весна, скидывайте, мы снова все поправим, хотя бы что вы накидаете. И реально открываешь чижилок, и там вот, ну, порядочно, было изменение. Я считаю, это хорошо. И это каждый... Это лучше, чем было. Каждую весну такая весеннюю уборку. Уже вторую, вроде как. А, уже. Если не третью. Хотя у них не очень часто что-то так долго идет. Не часто весна наступает, ребят, к сожалению. Один раз в год, почему? Прикинь. А вы хороши, господа. Ну, почему-то она появляется в третий раз за существование ДОТа. Сколько ей лет? Второй? Да. Десять? Девять? Десять? Две тысячи десятого? Ну, условно, 2013-й, третьий. Тринадцатый где-то. Второй, 2011-й, первый Инд. Условно. Ну, одиннадцать лет, короче. Типа того. Ладно. Баги — это хорошо, но хотелось бы... Нет, это плохо. Баги — это плохо. Чего хорошего-то? Ты на нем ездишь. Глубоко, глубоко, да. Глубоко. Глубоко ездишь. Глубоко. А знаешь, где еще баги есть? PlayerUnknown's Battlegrounds. Нет. Да. Нет. Да. Нет. В аниме. Что? Ван Пис. Ты не знаешь. Я не знаю. Я тоже не знаю Ван Пис. А, даже если он не знает, я тем более. Он не смотрел Ван Пис. Слушай, очевидно, у меня нет времени посмотреть 10 тысяч миллионов серий. Какого? Кого там? И Наврата, и Ван Пис, и всего вот этого. То есть все долгое я не смотрю. Ван Писе всего лишь 720. Ну, да. То есть, прикинь, у средней анимеха 12 серий. Это получается, я мог бы с тобой посмотреть 60 анимех вместо одного Ван Писа. Может быть. Но только сюжета, как в Ван Писе, нет нигде. Ну, очевидно, но я мог бы 60. Ладно. Тони. Мистер Тони для Винстрайк. И ДПшка сразу же. Чтобы не в Тони. Ой, но есть Панголер в Тони. Есть. И он, скорее всего, будет. Он, конечно, был на четверке сегодня. Но на четверке он менее привлекательный, чем на тройке как-то. Почему? Так, секундочку. Что было вместо Пугневича в бане? Что? Вот у нас сейчас Пугневич, Бэйн, два бана. Что было вместо них? Панга что-то. А вот Панга плюс что? Сейчас бы вспомнить. В прошлый был Бара. Панга плюс... Панга плюс Бара был в одной, а в другой был что-то другое. Это в предыдущий, спрашиваешь? В первый. В первый был Панга... Ты спросил в первый. Я помню, что во второй. Во второй был Бара с чем-то. Да какая разница? В первый был Панга с чем-то. Мне плохо, помогите. Я, Митя, что пять минут назад уже не помню, было. Помню, мы сидели на кухне, смотрели игру. Потом хоп, и я здесь внезапно. А ты просишь меня вспомнить, что было под рафтом. Ну просто я... Я реально не помню, что там было. Разве он выглядит как человек, который все помнит, и он вообще не устал? Да. Нет. Вот спроси у него, типа, что там, как называется вот это. Вот он тебе скажет, дар там тысячи истин, это все бросит. Где-то, это тысячелетний боли. Ну вот, вот, видишь, его даже не поймать. А ты не помнишь. Его даже не поймать, так я и не знал. Она просто... Вот, спрашиваешь у него вот этот чел, он типа, был в Хакаге? Он такой сидит и говорит, так, он третий, вот этот чел, он был пятым в Хакаге. А потом говорит, у меня память нет. Ну это что-то, знаешь, ты на уровне какого-то кода внутреннего спрашиваешь. Просто когда я это изучал, все вот это вот, то, что ты спрашиваешь. Я был молод. И помните, у меня работало хорошо. А сейчас я уже стар. Это как человек, который может заболеть Альцгеймером. Он помнит все старое, но новое очень плохо. Вот это про меня, походу я заболеваю. А не наоборот? Недавно читал новость про чела, которая забыла, что он типа женился. И в какое-то время предложил своей жене, типа, заново, типа. Типа, подумал, что столько времени же вместе живут. Она же везде по-разному работает, там же есть степень градации еще. Ладно, не будем в эти темы уходить. Давай не будем о грустном. Потому что он в драм-женал. Здоровья всем. Да, всем здоровья. Всем, давайте смотришь. Ну и пока, да. Всем здоровья. Всем здоровья пока. Опять появляется Сикер, который проблемы и для Death Profit, и для Тони в этой игре. И для Тони. Вот, потому что как только Сикер доживает до Блокинг-бара, кидает Раптуру, просто рейд-кликом нажимает на тебя и бьет. Все. Тони не любит героев инвокеров. Так. Например, всякие руты, замедления. Вайда. Вайда в том числе. Но войс здесь уже вряд ли появится. Ну, в общем, такие герои, которые тебе мешают передвигаться и вносить дэмэдж. Потому что Тони эффективный герой только тогда, до той поры, пока на тебе висит БКБ. И желательно, там, еще какой-то баф, как вариант. БКБ заканчивается, ты умираешь. Угу. Все. Вот. Посему. Не вижу ни одной причины не взять Пангалера в этой игре против Тони. Да, ну сейчас баны будут какие-то, может быть, он уедет. И он не уехал, да, по итогу. Минус в итоге. Скаймаг для Катаоми. Потом веник, да? У-у-у. Ой, это жестко. Реу. Может быть, время пришло уйти от Тинника к Эре. И поставить его в пятерку, опять? Ну, в пять, четыре, три. Я бы больше поверил в пятерку гирокоптера, если честно. Если пятерка гиро, это реально хороший шанс выиграть эту игру. Типа, я бы больше. Гиро на один? На пять. На пять, на пять. Я бы больше поверил. Я супер задрот на пятерке гиро. У меня можно верить этому вопросу. А там задрот, я так полагаю, не очень-то и нужно быть. Тебе надо понять, что не нужно качать рецепел. Ну, типа, да. В этом реально есть проблема. Барашь, ракетка и погнали. В этом реально есть проблема у народа. Собираешь вейл и погнали, правильно я понимаю? Вейл не обязательно. Не обязательно вейл. Не обязательно, да? Да. Главное шарт. Хорошо. Это, типа, ты опускаешь ракетку и там ракет барашим, да? Да, и чел, если убегает, там реально можно при хорошем тайминге запуска и правильного разбега. Конечно, он бегает еще и под раптуру. Да. Раптуру противника. Да. К сожалению. Но есть лотос орб. Я понимаю, что ты реально можешь там 2-3 тысячи урона нанести. Это очень много. Правда. Раста для энтити контроль. Контроль никогда не бывает. Это плюс потенциальный товар дэмэдж, что тоже неплохо. Все-таки здесь винстрайк в этом компоненте пока чуть лучше. Даже не чуть, а гораздо лучше смотрится. По товарам внести урон. Ну и хочется еще какого-то крепенького забрать. Правда, позиция 3, наверное, сейчас должна появиться. Для кого? Для винстрайк. Для энтити. Для Тоби. Для Тоби. Чего можно взять? Это пангалиер. Можно. Подожди пока по поводу панга. Вот. Не торопись. Можно арбузы опять попробовать? Он не в бане? Да, не в бане. Арбузы не в бане, насколько ты хочешь. Типа, ты не опять же собирать сильвер. Я думаю, что замена, скорее всего, арбузов здесь Сенкинг будет, наверное. Именно в троечку. Как вариант. Они сейчас могут мидеры себе забрать. Оставить кэрри напоследок. Ну, кстати. Или наоборот. Ну, у них кэрри уже условно есть. У флейн уже есть. Ай, прости, что я говорю. Да, да. Хватал, и вот Винтер Виверна. Это Виверна сегодня убила. Это Луч, это Виверна, которая уничтожила ВП. Мама, меня Виверна убила. И там, кстати, был Тинни. И там мистер Тони не смог ничего сделать, и мистер Тони убивал свои игры. И там же была Акроба, кстати. Там была Акроба, да. То есть ребята шарят, видимо, ничего делать. Там Тони убивал Диэма. То есть заодно столько урона просто было у Тинни. Ну, там ауры все дела, все же работает. Да, и просто бам-бам. Бара. А-а-а, что-то вборовали. В общем, на самом деле плотненький уже такой пик справа, я бы сказал. Один Сикер может и не вывести так-то. Но Виверна поможет, ладно. И что у нас получается? Линии Виверна Сикер, Сэн Кинг, Шадоу Шаман. И ласт пиком должен появиться мидер, по логике. Да, если, конечно, это не Сэн Кинг на центральную. Какой-то Войт Спирит может. Для Шторм-штормера. Либо Шторм, либо Войт Спирит. Одно из двух, я думаю, все-таки здесь. Войт Спирит? Да, налево. Либо Шторм, либо Войт. Непонятно пока. Я бы не спешил. Закрывающую Энтити? Да. Я бы хотел... Нет, закрывающую Винстрайк. Да. Я бы хотел... Еще кто-то скажет, что? Ты бы хотел... Я просто третий раз уже пытаюсь. Я бы хотел еще немножечко демеджа. Героя, который сможет бить типа Лины какой-нибудь. Ранжевичка желательно. Издалека. На центральную линию. Либо же... Либо же... Пака, может быть, нет? Ну, я тоже думал Пака налево. Пака худший Винстрайк на уровне Квапы сейчас. Ну, кстати, его брали. Плохо. И он побеждал. Да. И очевидно, что это может работать с каждым героем. Просто глобально, опять же, без талисманов он что-то как-то подпадает. Нормально. Вообще, я согласен. Пак, вот это изменение Аганима, это вообще ужас, конечно. Как его вроде не починили до сих пор. А? Его даже не починили вроде. Кого? Аганим Пака. Стоишь до ультимейта, и человек просто уходит из них. Бак. Ой, бак. Пак, к слову, в банн отправил. Просто стоишь ультимейт. Рефреш ультимейт. И человек уходит, типа, рвутся оба и просто идет. В БКБ имеешь в виду? Нет. Просто. Просто? Просто, да. Говорит, там тычки с талантами не летели. Пока забанили, видишься. Таня не знает, что с ним сейчас. Как оно сейчас? От контроля избавляется дополнительного. Так, давай, герой центр. Герой центр. Для антикейт? А может, медовый магнус? Герой центр. Для шторм-штормера. Или для Шарака. Нет, для Шарака, думаю. Да, Пангольер и Сэн Кинг центр. Нет, Пангольер центр. Возможно, Сэн Кинг. Пангольер центр. Возможно, Сэн Кинг. Почему? Пангольер центр. Все. И теперь, что, давайте. Нормальным будет сделать гера кэри. Нормальным будет сделать синей 3 и ДП-2. Или там ДП-5. ДП-5, гера 1. Да. И либо 3, либо 2 добрать. Сейчас узнаем. Но если не берут саппорта, это 3-0. Да, я не буду. Я все равно, не важно, что изменится. Я давлю. Я давлю свою лидию. Да, хак. Да, хак. Да. Хак. Да, хак. До конца просто. Правильно, правильно. Нужно гнуть свою линию. А кто, если не мы? Правильно. Нужно не прогибаться под обстоятельства. Нужно прогибаться. Да. Нужно прогибать. Да, вот и все. Так что давай, да, хак. Верю в тебя. Не важно, что ты хочешь. Не стоит прогибаться. Можешь на рандоме нажать что-нибудь. В смысле? В смысле, он выиграл 2. Нет, я забыл. Я 2 раза за Дахак. Если что, без трайки проигрывать. Вот это нормальная душка, да? Вообще за глаза просто. Да, да, да. Я и так это знаю. Скажи что-нибудь новенькое. Лучше скажи, кого возьмут. Давай, Диман. Диман, так я и так говорю. Чайку? А, Митяй, да. Все нормально, все нормально. С кем он разговаривает по итогу? Я не знаю. Короче, Митяй красава. Митяй красава. Вот. Все. Прошу прощения. Ого. Ого. Вот это, слушай, это уже... Это 8 лет. 10 лет. Я в 100 лет не видел. 10 лет я это ждал. Я не видел, знаешь, как это... Я не видел женщин. 10 тысяч лет. 10 тысяч лет не видел, как изменяется Диман, если честно. Вот это произошло сегодня. Ну, когда, если не в гранд-финале, с другой стороны? Очень долго думают в Винстрайк, что забрать себе на ласт пик. 30 секунд еще есть. Ну, вообще, да, но крепко-крепко призадумывались, я бы сказал. Может, они думают насчет флекса? Как они думают после этого гранд-финала? Берешь Чена, ты выигрываешь игру. Берешь Лину, выигрываешь игру. Чена. Пятерка-четверка. Короче, пятерка Гирокоптер, четверка Спиритбрекер. Ну, Тони отправляем стоять в... Почему в три? В два ДП, в три? Да. И МК-1? Примерно так, да. Да, 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 да. Но это не саппорт, шансы есть. Че? Нет, ничего, все нормально. Это не саппорт, шансы есть. Ну, я же говорил, если ласт пиком будет саппорт, то все, типа 3-0. Появился ласт пиком не саппорт. Шансы есть. Шансы есть. Все же правильно сказал. Ну, вообще, драфт справа и правда такой плотненький. И Манки Кинг на линии. И Гира, пятерка. Нет, Джем, я прогнусь. Один за винстрайк. Ну, я не собирался... А ты не прогнулся. Я не собирался прогинаться за винстрайк, да. Ну, а давайте посмотрим, что думают наши друзья из винлайн по ходу этого гранд-финала. 1-0-8 на матч-виннер на команду Энтити и 8,5 на Дахака и компанию. Ну, это действительно уже супервысокие кэфы. Но посмотрим, друзья, смогут ли Дахак и компания взять эту карту и перевести счет гранд-финала на карту номер 4. Лост в Ёжик передаем. Посмотрим, посмотрим. Особенно учитывая, что появляются у нас действительно Корр и Митяй пока угадывал правильно. По крайней мере, те прогнозы, которые он давал. Он чисто сидел и гадал, да, согласен. Гадал, да. Сегодня у него получается. Обычно не получается, но сегодня так пошло, пошло. Посмотрим. Да, и Дахак в этот раз... Что так у меня смотрит Димон? Не важно. Короче, Дахак в этот раз, он решил пойти по надежному сценарию. То есть все вот эти вот темпичи отменяются, хаус-найты, ДПшки. Давайте Димону суперкора. А МК это вообще один из мощнейших коров. Он, конечно, не ТБ, не Медуза, но он в начале дает по щам. И в лейте он тоже дает по щам. Может быть, сейчас Винстрайк вторым темпом, потому что первый не получается, смогут наконец-то что-то предъявить. Единственное, вот я бы отметил внимание, что, возможно, в этой игре Винстрайки такие думали, не, ну мы забаним Сикера во второй стадии. А Инти сделали ход к нему, они просто забрали Сикера во второй стадии, в первой стадии, и все, его не забанить. Это прям прочувствовали, прочувствовали по-любому. Красиво, красиво на драфтах. Слушай, ну пятерка и гирокоптер, как тебе вообще по игре? Вот так тебе нравится сам этот драфт? Потому что мне, вот честно сказать, я не особо понимаю часто этого гирокоптера пятерку. Ну, давай так, я его и на кэри не особо понимаю, когда, например, нет виспа. Ну, при своем уважении, у Сикера есть модификаторы в сингл-таргет, у гирокоптера там какой-то барреш, магический урон там. Ну, это круто, когда бьешь по всем, да. Но мы видели, что у нас во многих замесах уже чисто вот все выходит в противостоянии кор против кора. Там Сикер лупит луну, или там вот Сикер в прошлой игре лупил ЦК. В общем, кого-то лупит Сикер стабильно. Ну, и гирокоптер это не тот герой, который даст ему сдачу. А вот МК имеет шансы дать сдачи Сикера, потому что МК очень хорош ближе к демоем. Он прям один из лучших, кстати, героев. Я вот знаю, вот есть мод такой, знаешь, там каждые 15 секунд, по-моему, драка на карте происходит, где у тебя постоянные дуэли. И вот там МК, по-моему, вообще не лучший герой, потому что он держится нон-стопом, постоянно отхиливается и так далее, так далее. В общем, красава, красава они играют. Курс-мажор, аккуратнее, здесь нужно быть. Шторм-штормер на пангольере вообще было такое? По-моему, нет. По-моему, не ранее. Было, было, было. Они, по-моему, вчера свечнули, я, конечно, не помню, но было, да. То есть вчера они свечнули панга в мид, когда видели, что у них очень жадный кэрри, которому нужно время для того, чтобы раскрыться. Они просто решили не жадничать и отправили панга в мид. Вчера было. Потому что там действительно, ну, нужно было поменьше фармить. Я просто бегал, развлекал всю команду. Вот в этом плане мне очень нравятся герои, которые, так скажем так, супер мобильные, потому что их можно поставить куда угодно в любой момент. И круто вот играть со спиком. Вот и сейчас такая ситуация, что МК приходит на линию, но у него нет пассивки. Пангл-шторак, честно говоря, пока не совсем понимаю, зачем он ему нужен. Ладно, пусть будет. Это, кстати, очень частый выбор. А, ну, окей, окей. Просто в любом случае он ему сейчас не пользуется, то есть у него хумана. Ну, ну ладно, окей, может я чего-то не понимаю. Ну, в общем, анимейли не такая, что вообще гиры МК крепкие, ребят. Сам по себе гиры, посмотрите, что это такое. У него дэмэджи мало, но у него 6 брони, и он супер быстрый. То есть он реально вот один в два идет, он там еще и дэмэджи нормальные валют. Короче, в этом плане гиры очень крепкие, у него очень много брони. И МК, как кор, тоже на линии очень крепкие. По крайней мере, где-то там до 4-го левела Сан Кинга, там до 5-го он Сан Кинга с руки так нормально забивает. Да, он получает 2-й левел себе. При этом Тоби, ой, Сан Эк нужно быть поаккуратнее, там все-таки есть Броустрайк. Скорее всего у Тоби лива, пассивка, которая тоже немножко дамажит. Да, линия хорошая у Винстрайк. Мне она здесь, по крайней мере, нравится. Единственное, что вот опять же, как этот гирокоптер себя по игре будет чувствовать большой-большой вопрос, потому что, скорее всего, он хочет Шардецкий. Да, и вот эта вот ракетка сильная с Шардецким, она прям... Ну, она там не сильная. Вообще, в этом патче, мне кажется, почти все хотят Шардецкий, я уже не помню, кто бы его не хотел. У нас каждый суппорт, вот у нас вообще суппорт набирается по принципу. У Бэйна, у Бэйна худший Шарт вообще. Ну, не, Бэйна просто сам ему Шарда не нужен. Бэйн такой герой, что он и без Шарда нормально, он, если что, в перестаде его сейчас забанили. Но большинство Саппортов, вот, которые сейчас входит, там всякие Фениксы, особенно, вон там начали появляться в мите, все они стали прямо оживать, просто потому что Шарт с 15-й поехал. Там Яйцо, Сан Рэй и Яхала. Ну, там, Тинниот у нас тоже, у нас ворвался в мету, да, то есть Шарт и пошел там просто дерево, на лево и на право. Да, 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 эти герои с Шардецким быстрым, это, конечно, классно. Бот-линия, ДП-шка плюс Братром против Бладсикера и Шэдоу Шама. Вот раз попроще, да, в этот раз хотя бы не Бэйн пришел с Сикером, в этот раз нет той самой мощной комбинации Сон плюс вторая Сикера, и поэтому здесь, если они захотят как-то закомбинировать, то Шаманчику уже приходится нажимать сеточку, а там есть варианты, как ее сбить, это и Сайленс ДП, и Чардж Братрома, и Баш, кстати, Братрома тоже в этом плане работает, поэтому здесь Сикеру будет посложнее, ну, тут уже так далее, нормально, напиновать, напиновать. Тут прям активная такая линия на боте, Нотис много дэмэджов Кристаллиса выписывает, Кристаллис приходится еще и стики нажимать, Фейрик, ну, Фейрик вряд ли будет тратить, конечно, там что-то еще ему летит, а и фласочку ему Фишман дает, так что все хорошо. Да, такая тут линия не простаивает, скажем так, тут постоянно у нас какой-то экшен, постоянно кто-то нажимает какие-то кнопки, пытаются друг друга как-то подловить на ошибки, Кристаллис при этом наносит дэмэдж героям, естественно, чтобы разгоняться, Нотис, очень больно Нотису, нужно входить. ТП обито, у нее фласки нет, значит, стоит у нее ни одного ХП регена, ей бы срочно принести себе фласочку, еще фласочку, потому что стоит против Сикера без вот ХП, вообще не лучше, чем он занимается, он вот так вот хп восстанавливает, вообще фласочку принести и все. В миде ничего особенного, да, то есть иния панга, топорик с одной стороны, топорик с другой стороны, там где-то он его выкинет, но anyway здесь то, что... Лэл окина не будет, там, будем смотреть, кто какую урону забирает на шестой минуте. К того места, Кэт потихоньку, здесь сетка пошла, Нотис так уши, Тристаллис, много дэмэджа, Нотис, Нотис разворачивается на форс-мажора, они все биты, вообще четыре игрока биты, что вообще происходит, но хилинцев приносит в себя при этом Нотис, что немаловажно, и потихоньку там хилиться, можно будет в обратную сторону атаковать, да, вот это и происходит, Блодрать великолепный по двум героям, можно попробовать по Нотису, поработать форс-мажор, отходит под тавер. Радушка просто, да посмотри, никакой, никакой пощады, Барик сразу же улетает на базу, с базы он полетит, будет вместиться, тут Гирыч в ближней мбаве вообще не оставляет шансов интерверны, кстати, вот Барич на третьем левле в двоечку, это прям очень сильно против интерверна, она там вообще никак не может отбиваться против этого, и по итогу Гирокоптер делает так, что МК стоит с Тинкингом один в один, и это шикарнейший расклад для МК, то есть вот лучше быть не может, вот, а он еще и все заберет. Да, да, это минус топинг. Да, 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 ну это МК, это МК, это Гира, нормально то, что Гира получил фраг, он там в любом случае еще много работы делает, и здесь прям хороший такой лайн для МК, потому что чем дальше, тем крепче МК. Там пассивка вот эта вот, она с каждым левелом только расширается. А сикер вообще не сможет перебить так легко МК под ареной-то, на самом деле, в будущем, то есть даже при появлении каких-то серьезных хороших слотов на Блодсикере, в любом случае под ареной, под броней будет очень трудно его пробить. Здесь Санейка борется просто один в два, ракета пошла бы к Таоми, и сюда с Праймал Спрингом может великолепно прыгнуть Дахат. Много дэмэджа выписывает, конечно, Пасанейка, Санейка погибает, но Дахат, они в пассивке. Тереться не ли свои силы? Пассивки нет, и Дахат очень больно погибает Дахат. Но это вот ошибка, вот хвалил я их, хвалил, зачем я их хвалил, какого черта? Ну все было хорошо, но зачем есть один в два? Непонятно. При том, что МК стоит, ну там все нормально, он качается, все, все, просто стоим, ждем, когда Санкинг Санг к нам подойдет, и два в два деремся. Ну один в два это перебор, они на ровном месте сейчас все отдали. Вот я их хвалил, 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 мы тут болеем, топим с Дахат, а он такие вещи. Да, Дахат, пассивочку надо взять, и там уже, ну прикольно. А, он без пассивки с ней? Он без пассивки был. Здесь джунгл-мастер. Тем более, так, сейчас. Виверна отходит на базу, пока что подхилится и вернется обратно. Тоби при этом сейчас получил себе пятый левел на Санкинге. Это просто нереальный вин-кондишен на самом деле на этой линии. То есть ты можешь просто стоять в Саншторме и наносить нереальное количество демеджа до Хаку. При этом приходит Ларл вниз. Ларл, Ларл, Веланч Тос, попытка Кристаллиса забрать. Кристаллис там где-то сверху под башем был, но при этом контролит неплохо Ларла. Ларла очень больно. Также и Ноти страдает. Катаоми сюда перетягивается в форс-мажор, может погибать. Да, последняя тычка от Шамана прилетает. То Саут опять от Ларла, пытаются хотя бы Фишмана забрать, но Сифон. И тут же колдем рейс от Катаоми. И вот это вот будет, кстати, всю игру. Знаешь, в чем проблема Тинни в таких гангах? Ну, Тинни вот, если сейчас нам могут. Можно показать его раскачку? Там вообще воюет, так, вдруг, посмотри. Ладно, тут у нас герокоптер тоже воюет. Тинни, 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 покажи, что вы Тинни выкачали. Пожорюсь. Ну, Тинни-ка. Ладно, ну, когда-нибудь увидим. Ну, ладно. Санэй-ка. Ой, Санэй-ка погибает. Не доезжает, кстати, Шилд Краш. Санэй-ка. Ну, здесь... Ну, вообще ошибочка от Банга. О, Тинни все-таки вернулся. На родину. Пересталис погиб. Жесть, что происходит вообще? Почему они остаются на этих линиях? Мясо, мясо, мясо. Так, Санкин, даже несмотря на то, что хорошо разминялся на линии, все равно считает, что здесь он наберет больше. Проблемка вот, да, что у него сейчас никакого вангварда нет. 1.58 наши друзья из Винлайн дают на Энтити и 2.40 на Винстрайк на этой карте. Ну, это... Они дают Шанз Дахаку? Здесь вот Дахак получается. Еще не все потеряно? Лару. Избирают Шамана, кстати. Предстались прилететь. Ладно, я понял, я пошел. Я все понял. Да, Душка. Душка от Лару на самом деле. Вот он продолжает на этой длине. И Санэй-ка тут со Шторм Штормером играет. Нормально вообще пятерка к мидеру вот так приходит спокойно? Без проблем, выдает ему ракетку и убегает. Играется с ним, играется. Что-то... Пацаны... Кто-нибудь играется-то? Черт. Все равно эта игра не стоит свеч в любом случае. Короче, Сенкинг вот так вот он сейчас вкачал кэмп. Накачал он более-менее. И теперь МК Беги из R6 сил. Он не может прыгнуть. Две секунды, как-нибудь прыгай, 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 Дахак. Все, до свидания. До свидания. Там курьер где-то сверху. О-о-о-о! О-о-о! Это Соляра, Атоби. Переиграл, уничтожил. Ну, это очень красиво, да. Это соло. Соло Атоби. Даже шамал похвалил. Это у нас получается сейчас Сенкинг будет почти восьмой. мк 6 мк до сих пор без это не то да это не то что ждал мк против санкинга на линии да может дахак просто давно не грамм этом герой так то на многие герои что-то он данным к пока подрунивает и уже нечутка ни разу с ареной то есть это супер какой-то активный мк но при этом без арбов коррожина кристаллист тут под т2 прячется ладно ребята в общем на третьей игре уже интересное что-то нам дают потому что они уже пошли на замену сейчас мне кажется больше активности повели чем в прошлой карте там за первые 25 минут то что сейчас уже реально бегают и месяца нон-стоп вышечки ломают шаду шамана видите не очень хочет ворваться ночь может быть получше там еще барри подошком ну-ка а если кинуть кого-нибудь и разорядить ракетку не решено что он того не стоит звучит кстати как план но видимо не на этот раз там герой просто не дам здесь его видно именно так при этом в бот линии у нас я заметил этого шаду шамана пока смотрел на него когда но ты видел шаду шамана с раскачкой 113 вообще но не видел вот а как раз такого сейчас фишмана играет честь он почти забрал дебаум зерона прикинь ничего себе там мужики там клад водаха передел деспрофит с экзорцизмом я скажу больше это же когда-то правда давным-давно хорошо чтобы больше таких шаду шаманов не вижу я видел шаду шаманов которые вообще без молнии где-то вот супер молнии которые куча демиджа наносит они имеют там кекс и бегают это контроли без урона на каком-то рейтинге играл да где-то много где-то просто ну и просто челики вот решили потестить сборку чисто скилл билд в моем паблике такой так все понял паблик я в ближайшее время не захожу или баню шамана панга у нас тем временем он продолжает активно спидпушить прекрасно понимает эндити что нужно подальше отодвинуть оппонента чтобы у сикера было время так как здесь букинбар очень и очень важен без букинбара стикер конкретно вот в этом матча сложно перемещаться там его просто падать рассказ ну теперь идти дальше идти дальше рядышком шторм шторм ракетка там варик они не там позиция готова на грешка тележка я тележку полага все прыгали на вышка стоит это самое главное для эндити без страйк имеет 1000 преимущества это не так много на 11 12 минуте это конечно не супер какой-то жесткий перевес видали и побольше на этом турнире но вот сейчас эндити хотят обернуть это в свою пользу и нажимают смолк вчетвером выход на рошана чередмейки да серьезно это штука с рошаном не позвать тикера надо для того чтобы взял аэгис просто прошу бы нам помог ой что он штурмир она нормальный вид просто ларошан так нормально наваливать да 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 шилд кратко их приходится не давай давай контроли его контроли его там сумки помогая стан ротация поехали мацином забрали и фьюжил блейд так вот я хотел проводить фаза сказать то что предмет давно забытый на панка как по мне потому что сейчас чаще всего забирает какие-то его шар даггер иногда появляются молнии какие-то условные башер но вот дефюжил блейд все забыли хотя артефакт очень очень сильный на панка за счет одного слышь баха ты можешь просто нереально количество маны сжечь и здесь же теряет аэгис этот самый пангольер тоби пытается эпицентрс тестовать получается сделал дар уходит в инвиз руны который он просто только что подобрал санейка в итоге дает комдаун приходит еще и нотис можно но тоби пробовать забрать форс-мажор его въезжает фишман хекс но это конечно не спасет тоби с шторм штормер здесь прокатывается на роллентандере нужно уходить команде винстрайк потому что сейчас как-то найти какой-то еще минус будет очень очень трудно 2000 преимущество у них есть они выбили и все шикарно ну я бы добавил про диффуза что они просто еще бы дешевле стали и приятнее стало собирать они быстрее собираются на панга . даешь мозг а так как он там ну не только ману выжигать да он еще и урон довольно поэтому это одна из лучших смуток на панг сейчас внешнее время не знаю как ставлю на тени которая с перепозиции уходит там просто москве ну или ставлены мк тоже довольно популярный артефакт . умеет мк имеет арену очень хочет подраться прям вот мы видим то что бегать по райскому лесу байк развлекать сингингом но с таким довольно порочную находится подушку поэтому рисковать не стоит хотя дохак дохак что-то хочет оценки на смотрим уже на елке он уже ждет он уже как кобра готовится но опасно сейчас он без джингу мастерей у него есть конечно арена лару влетает шамуана пытается забрать шейкл шейкл и пошли оставит 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 наставит она только тычку ради асиста получить и все да красиво красиво разыгрывает амин страйк сейчас свою ситуацию слушать все хорошо появляется не фьюжил блейд тот момент что стикера выгнали инвесу сейчас ему тяжело пармить его еще на линии пепку подушили но опять же это стикер без бейна после не было совершенно и драках мы видим что стикер драки он просто вот получает стан падает мк например он может где-то вот там на елке поставить арену уже хоть какой-то импакт как-нибудь там аккуратненько за спину прыгнуть например в интерверне может даже бандл страйк с дерева дать то есть у него хоть какая-то полезность стикером драки ради штруктуру кинет опять же если герои стоит на месте то полка структуры мало ну и было нравится у него в один поэтому ему нужно вот нужно качаться по листнию молнии да да ну еще нужна площадка для качки а вот это уже тяжелее да 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 он навещать периодически ну духа к чему нагло пушит линию специально поджигает отжимает оппонента парик а вот сейчас играет хороший выход вот эндите потихонечку но вин страйк отодвигает от своей границ но вин страйки вообще так по сути части куда он имеет не ждет и причина просто не собраться вместе не подраться за что угодно что угодно тир-1 вышка на топе какой-то kill на пангольере сикере условно либо вышка т2 в боте это конечно тяжелее таргет но в теории почему бы и нет бкб скоро появится ути не ларл такой довольно плотный получается хотя казалось бы у него по сути один даггер и огракс это практически ничего с другой стороны это влетает эвеланч тос и погнали только ну нужно самое главное выходить в будущее какие-то предметы до чтобы не оказалось так что этот знаешь такой своеобразный тени четверка просто очень богатый летает наносит какой-то дэмэж с его начнется а потом просто с руки бить не может то есть сейчас нужно тоже какой-то кач устроить и ларлу или скорее все это будет такой тени полутанк у него есть дамагеры команде дмк и дп поэтому его задача фронт лейнить и купить кирасу вот главное чтоб кираса была там уже и демочи атак спит и сам шар детский шар детский гирокоптера при этом мк очень большой 7000 натворца у мк 7000 натворца у тени и столько же у дэс профит цен кинг пангольер и bloodseeker находится чуть чуть ниже но при этом два саппорта команды винстрайк также выше по нету чем два саппорта команды энтити а саппортом команды энтити очень нужны бабки фишман есть змейки шторм шторм и продолжает кататься фишман улетает все-таки улетел а вот что же шторм и разбивают телепорт пошла арена дохак не жалеет и минус шторм шторм вот это хороший размен на команды винстрайк да потратили арену но за дэп или т2 змейки отдали энтити и при этом забрали еще и пангольера до винстрайки сейчас хорошо так балансирует плане качи и ганга то есть у них все время кто-то подключается к замесу если на минуту они как будут распределить рассредоточились по разным частям карты не хотят они эти драться 5 на 5 но с другой стороны они круто реализуют вот ганг потенциал своих героев там барик постоянно кого-то убегать тени прыгать с бингдаггера и при этом они зонят противника от варку итоге вот он тени вот он санкингова опа его нет или есть добивай фишман барик 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 бежит бежит это фишман очень больно фишман если он продолжает работать пошел ультимейт виверный также raptura на ларла но ларл просто стоит нотис сдувать фишмана форс-мажор прибежал сюда горит ребята где цели от цели уже убежали да и вот так вот они заставляют эти ошибаться потому что обычно среди любят так тоже как тут но они видят там в одном месте находятся противники они убегают другую часть карты а здесь не строки распределились по итогу нтти все время там где-то находит там на свою часть и тени как будто барика пока круто пока очень круто 5000 за 1 страйк 10 на 7 бегу них литовый гейме довольно таки бодренько сражается с оппонентом я этому они уже хорошие успели прикупить то есть теперь нужно просто продолжать наращивать свое преимущество да еще минут очек 10 а вот дизольный мк это как раз круто сейчас можно носить оснастить просто все строения за счет того что это спросит за счет того что есть мк изолятором и тени которые бьют эти вышки просто ну супер там он там еще и сам крепко наваливает и жил как пангалер рассыпался когда там был только сабля дизолькой там пангалер просто улетит мгновенно там скорее всего все ну он познакомиться и шмон поздороваться мне кажется тоби все-таки должен пойти 1 не фишман но фишман не хочешь на миром ходят так но это станет как это всего лишь станет и сейчас форс-мажоры пытаются как-то зафокусить а экзорцизм пошел минус фишман в итоге что он шторм-штормер раскатился и санейка выжил и форс-мажор вышел но пангалер все-таки сейчас будет добивать на сам страйк великолепный дохак дохак раскастовал арену но она супер неудачная при этом чтобы что мир все равно заберут неплохо два минуса от команды страйка в размен на двух саппортов опять же его видно смотри его видно его видно сейчас дпшка стоит старается сделать вид что это вас не видно может быть тоби ошибется там уже на елке сидит дохака они они ждут цинкинга джут цинкинга но станкинг не выходит не ошибается так о чем о том что вот такой раз сейчас у эндите что снова станкинг тройка вот он вперед эти не хочет хочется как то чтобы кто-то вместо него пошел вперед а он там врывается с культа туда-сюда сан шторм станчик по троим не хочется ему идти первым давать там в одного героя он так то чудом чудом выживает таких раскладов поэтому это снова сложная игра для санкинга вот сколько он не появляется вроде бы такой супер сейчас популярный чар но снова такая какой-то расклад что тяжело ему тяжело иметь вообще не хочется а с другой стороны а что делать да у тебя шеду шаман в команде который тоже первым в данный момент идти не может он у него по-моему нету даже дайгера чтобы цеплять да у него 3000 и верно тоже ну естественно не хочет идти первый там пол дэмбрейс должен работать в интерферс нужно тоже дать а это требует огромного ренджа чтобы тебя не сфокусили а у винт страйк есть чем пиков и так быстро этих персонажей да есть ими есть брат рум есть бандла страйк заряженный бюджет из профи нужно быть аккуратнее и вот как раз для позиционки хороший покупает себе блин дайгер винтер виверно и наши коэффициентики от наших друзей из винлайн 1.25 на винт страйк и 4.0 на это главное главное верить верить винт страйк верить дохака да 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 того собой наши мальчики они там наши мальчики не могут главное вовремя перестроиться если видно что там основной плане работает нужно найти другой в общем винт страйк они там полностью оккупировали нижний лес вышечка снизу она уже падает как только она упадет самое время забирать а вам посты резко переходить к рашану рашан рассыпается от этого драфта мгновенно там там три героя так прям плотно наваливают по нему и причем к цитрам очень круто дебаф это скинг у и там кинули форс-мажора на этого скинга но виттер скерс пошел больно сейчас ракетка но быстро он проходит бульдоза и дохака раскастовывает арену саленс идет по кристаллисту но есть бакенбар пытается за ларлам побежать лару нашел хосту но это не самое приятное что может найти под раптурой лару в итоге погибает также есть минус под шеду шаманов в этот момент и шторм штормер убежал кристаллист убежал честно и черт его знает вот так бежал лучше бы на месте стоял он получил в разы меньше демиджа просто по моему на фу хп пробежал вот под этой раптурой лучше бы стояла месяца бы его команда просто бы больше урон нанесла на такой план и не вы хороший размен и не хороший размен там к паскал арену даже пока не до удар помню успел сделать но там уже иллюзии начинают эти вот там копии наваливать так и того у нас экзорцизм потрачен он плюс-минус работает санкинг в очередной раз не смогу дать ультимейт но это его судьба при таком драфте и рошан стоит вот сейчас очень важный момент рошан стоит у пангалера ультимейт кается в разы раньше чем допустим тот же экзорцизм дп поэтому антити нужно за этого рошана бороться чем раньше тем лучше пока дп результат там такой знаешь микро момент произошел на самом деле в той драке форс-мажор на нем висел бульдоуз за счет чего винтер скверс очень быстро прошел и не смогли не смог скажем так ларал забить все-таки своего тиммейта появляется дайгер у шамана вот это момент который может быть важным для команды энтити и они сами это понимают нажимают смог и можно что-то выходит из мака тут же санейка в него прыгают сразу же комдаун успел уже дать в итоге сейчас могут просто фишмана потерять фишман очень больно санейка также горит санейка все-таки погибает но фишман живет братру бежит за ним до конца не не до конца отменил все-таки но видел санкинга и санкинг выкопался у него нет саншторм пока еще 8 секунд но есть эпицентр возможно это будет та самая первая драка в которой он сможет нажать эту кнопку не хватает они не видят вот все вардах у винстрайк не видит интервейер на как хорошо зайти а винстрайк и все так как есть полный страйк есть прыжок шторм штормер нажал сейчас ролл а пытается жить дохаку очень больно бкб нету дохак дохак погибает также гибает и братрум байбек от санейка но здесь и потеряли деспрофит это минус 4 минус 3 от команды энтити и санейка байбек потратил наши мальчики ошиблись они видели и потом прыгнули туда где они противнику уже почти не видели а там уже все успели успели прийти ребятки на замес там уже у нас и санкин врывается и стикер но им к конечно вот так вот урваться прям первым в толпу без бкб нежелательно его там разрывают вообще моментально очень-очень много очень угадали до сейчас как же так даже вот так вот без vision идти драться по деревьям прыгать но это это же опасно я думаю сами вид страйки это должны были понимать то что без бкб мк слишком опасно куда-то просто еще экзорцизм и кд то есть я опять же это повторял там гирокоптера развалили экзорцизм и кд они реально пошли в четвером месяце против 5 хотя там пацаны толком ничего не потратили ну такое такое вот я хотел это поздравить санкинга теперь теперь нормально теперь он может сказать шаду шаман давай прыгай а я подожду я посмотрю на дыбина хорошая новость десантинга я вот наверное по этой причине очень очень любит брать блингдаггера в пабликах потому что если блингдаггер возьмешь ты сразу о мужик у тебя блинки и заводили ночью драку не я там дать какую-нибудь линзу возьму сзади поставил будет попроще полу да пациент подцепи кого-нибудь не 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 я никогда шаман подписался на себя вверху блинк все удачи ему фишман на него кстати опять выехал братрум на него опять есть вижу нотис тоннека в смоках поднимать здесь братрума великолепно сбивая ему также блюдо скорее всего пангарир байбекается подцепили форс-мажора форс-мажору больно не пока арены вот сейчас снимают мк с дерева при этом виттерскерс по нему идет им как все это время стоит да как лоту-сор броу-страйк дает вот у сорта что что такое то и здесь можно потерять все данного кинга ларл горит ларл под раптурой но ларл опять же он здесь никак его не забрать а нотис идет вперед нотис прекрасно все понимает забирает жиду шамана шторм-штормер байбек пошел от сеткинга а также фишман байбекается будут пытаться до хака ловить он сейчас без бкб скорее всего все еще хобби опять броу-страйк лоту-сорф ларл ларл врывается много дамиджа по кристаллю все еще живет а хак нет недолго он жил потеряли абсолютно всех здесь винстрайк ларл погибает нотис также отлетит забрал конечно кристаллюса в размен но потеряли два байбека при этом еще и команда entity можно забрать дэс-профит дэс-профит погибает и можно еще и форс-мажоры здесь забирать все контроль есть у команды entity минус просто все тут сколько там играть же они обрати внимание деньги то они по деньгам плюсе но они вообще на байбеке не реагирует а вот байбеки были то есть там байбек и байбек причем байбекнулся у нас эсенкинг байбекнулся и шаду шаман то есть семь героев они там еще ну очень быстро в драку вошли они просто портались на мышку и на байбеке венстрайк вообще не реагирует они просто байбек не байбеках и райзов плевать бы понеслась ну к слову хотя бы и беке вы были уже хорошо и рошана а из того что стикер мертвый быстро забрать не получится да и реплей давайте посмотрим как раз окончание дохак он просто вот нам к и пока вот как цико играет он просто вперед вот впереди всех там где-то вот там бегает там тени паре какая разница дохак просто первый пошел получил вообще все что можно и поехал как же забирали и кристаллисты очень долго забирали за счет колдом рейса он там долгое время прожил его в итоге все-таки ночью добивает но вот этот колдом рейс конечно он очень круто работает и вообще кота омми он изначально круто начал файд для entity он дал winter's first по-моему даже не в лоту сорб то есть лоту сорб был повешен на мк после винтер с киорса за счет этого entity могли начать хорошую драку но почему-то почему-то тоби решил прыгнуть на ска дать брус страйк в этот лоту сорб и мк оказался в очень хорошей позиции на хайграунде вот на этой лесенке и смог поставить арену в итоге и выжить и дать выжить ларлу так что надо быть поаккуратнее с лоту сорбом с этим особенно когда ты играешь на иска потому что их если ты дашь какой-то не такой удачный барус страйк даже если ты очень хочешь зацепить оппонента если дашь барус страйка в лоту сорб и оппонент окажется в какой-то хорошей очень позиции это но уйдет тебе в минус спасибо кэпа короче давать бору страйк это плохо но даже уже сейчас будет обу дубль дуан сейчас очень большим на большое отличие драки там стройк заработать много денег у мк пилос бкб и у теперь очень важно entity начать драку до того как так подкатился шторм штормер можно force major здесь забрать не дотягивается топе броу страйком при этом арена идет чтобы забрать фишмана получается это сделать все-таки добрались до форс-мажора его забрали пошла также пошел экзорцизм и вот она биттерс гёрст гарнейший тоби нужно жить тоби нужно как-то пережить все это дело попытаться пиццент обнажать то не получается тоби погибает дальше идет ларл он в дизарме не может пока что никого догнать потому что даггер отсутствует нотиста у него нет никакого контроля соответственно улетает отсюда уже кристаллист а вот дохак будет до конца за котаоми идти потому что телепорта нет даггер в кд и каталоми здесь должны забирать он никуда отсюда не уйдет видел только что лару своего соперника и каталоми погибает минус 3 в итоге ответственно окей я думаю на 10 секунд вперед там еще пару секунд он делал бинг-аут упадет упадать упадет 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 ну хорошо и страйк в этот раз вот имели манки кинга с бкб который прям поставил шикарную арену там она так поставилась на этой лесенке что часть которой эту лесенку прошли они сразу в драке а часть которой не успели пройти они стали сзади из-за этого просто развалили шаду шамана остальные герои пошли в обход и в конечном итоге создалось ощущение что там вообще эти троем дрались в этом драке на начале драки вот но сейчас рошан падает слинкинг беги а слинкинг у нас шторм шторм поднимает его ларл на самом деле он пал 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 все отдал и там еще фишман фишману как же больно фишману это же шторм шторм выживает все это время тоби врывается центром ларлу очень больно тут прибегает кристалис пытается дохаком драться дохак арены есть бкб нотис нотис то убегает под блокенбаром дохак отхилил свой но ларл погиб первый раз и отхилился при этом дохак да кристалис пытается забить сонейка получается это сделать минус гирокоптер один-в-один драка но при этом потеряла эггис ларл винтер с кирсхи заманивают пытается смотреть просто таки да ладно пойдем по фарме так ладно полгар выжил в этот раз я похоронил поторопился там шелт крэш такой в порядке висел что игра равна да очень хорошая очень крутая качественная грамм 22 на 23 на 29 минуте по-прежнему продолжает бороться одни и вторые очень многое сейчас решает как винтер верну даст в ультимейт залетит санкинг или не залетит а будет ли прокать там пассивку пангалира тут очень много вариантов при которых все хорошо будет уэнти или например все будет хорошо винстрайк вот да я как раз еще про прошлую драку рассуждал винтер скерста был хороший он был дан в дохака и если я не ошибаюсь то ли в форс-мажор то ли нотис ты правда дорожан что дорожан вот это да тут попытался все-таки что-то шторм шторм разобрали и таки шутгрэш и и что он шторм шторм еще и выжил в эту ситуацию тоби очень круто ворвался на самом деле и кристалли сплоту пытается драться дохаком у него просто не получается это сделать дохак пассивкой и он вот отхилился еще от крипов лару конечно и госпитал но дальше винстрайк здесь драку продолжать не могли потому что экзорцизма не было и игрок украины без агирокоптера драться на самом деле очень трудно потому что дэмэджа вносит там нереальное количество там что-то шаман разваливается просто если у него ракетку поставить и нажать ракет параш то шаман не жилец вообще сейчас понравился статус бэбек просто нет вообще ни у кого там селуха фэнтези поезд тоже здорово нет приключено что-нибудь фэнтези поезд чисто гирич в соляного тащит так вот кто он потеет витарскерсти жмет пока очень ну не то что прям идеально но довольно таки неплохо ситуации да парень гранд-финал зашел слушай но когда брус страйк идет плоту сорфа в гранд-финале позволяет выжить дохаку в ситуации где вообще жить не должен мне кажется похвалить может хотя с другой стороны линка сбивается тут и баратрумом там пошла драка опять в интерскерс а вот это уже очень неудачный витарскер погибает ктаоми ктаоми байбек это сразу же шторм штормер здесь катается пытается санейка забрать забирать санейка великолепно и приходит кристаллист пытается пробить нотиста нотиста очень тяжело пробить тоби тоби без эпицентра влетел ларл кинул просто нотица в драку при этом дохак дерется 1-3 дохак погибает и еще и держит ларла ларл также минус это комбэчная для команды эти ты можно и нотиста забрать он прошел еще экзорцизм две минуты без этого без этой способности минус 4 от эндити жизнь куда же вин страйк вот бегут всегда я вот думаю иногда ларл просто кидает этого нотиста в пачку врагов но ошиблись бывает что поделать там такая драка была кайта кривая там что-то гиро он короче да там гиро париковых вообще по сути в драке нет полотини за драку вообще ничего не сделал там по сути в драке дралась только от даха к дупе не тролист 2-5 по файд рекапу да ошиблись у них вроде бы сейчас даже еще одна тысяча за ними имеется да еще два вроде бы равны но они сейчас очень много дали как минимум просто потому что сейчас следите все переварит вообще они вот уже заварили лес справа заварили лес лес сверху они забрали а вам пост они сейчас еще эту вышку падать может быть даже кого-то запрос за форсит бэбэкнессон может быть да там два героя имеется это 20 и теперь они вот сейчас это не отойдут еще при этом все фуловые просто будут готовы любым принимать винстрайк когда тебе выйдут глаза под бладрайд подставил сонейка в итоге не может кинуть колондаун но это не поможет т3 падает лишний барак теряют без змеек все это дело происходит винстрайк сейчас отдали нереальное количество золота мы видим 1000 преимущества даже 2000 преимущества уже за командой энтити и возможно это преимущество будет только расти брат он не бежит а вот тоби подцепил на развороте нет не будут все-таки у вас будет слишком опасно как граунде драться варды есть все куда на месте все куда на месте осталось принести себе пару вещей и быть готовым драки что участвует винстрайки идут вниз там либо их принять через мог ли про забить на них и быть готовыми принимать вот слева то есть у тварь вообще вариантов масса которая сейчас имеется у энтити самая прикольная через смок сворваться с руны дабл дэнджу нужно кристаллисту нужно да 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 и выезжаем у них вар просто я не знаю где не бегают все вперед что шторм штормер готовится ролин тандр есть ларал в позиции дохак также в позиции нотис идет вперед фейс чекает видит вижен шторм шторм штормер раскатывается только сейчас дагер откатился пытается в нотис допрыгнуть есть фокус по нотис то неплохо там тем временем на за страйк пошел от форс мажора дохак также арену тратит никого супер неудачно раптура на дохаке он не может никуда ни в коем случае пойти ларал выкидываешь фишмана фишман очень больно фишман погибает форс мажор не въезжает дальше ни в какого героя но при этом кристаллист подбирает дд и сейчас будет драться можно стандартам пытаться забрать хотя бы за эпицентр санэйка улетает все это время санэйка нет все таки погибает ну и байбек от фишмана фишман сюда сможет ли перетянуться дарака может продолжиться на самом деле санэйка но байбека нет вот это самая беда для винстрак если был байбек было бы все круто есть экзорцизм есть экзорцизм нет арены еще 50 секунд а есть блокин бар при этом у мк можно все таки какого-то героя цепануть если он останется абсолютно один дохак прыгать дальше дохак супер опасной позиции ларал также запрыгивает можно попытаться хотя бы штурс тормена забрать есть биндерскерс но он не спасает пангайера приходится байбекаться тоби врывается минус ларал может быть ларал погибает сто процентов без байбека форс-мажор форс-мажор не сможет убежать две секунды его поднимают также в воздух тоби подконтролить нужно нет форс-мажор вот убегает ну и будут дефаться винстрайк скорее всего экзорцизм правда потратили еще и к тому же бегут а куда бегут сами не знают мне кажется это винстрайк да какая душка пламма очень хорошо страйк они постарались по быстренькому там кого-то срезать если бы там буквально нам на три-четыре секунды позже пришел санкин который по сути то он изначально в этом место . убежал остальные герои вы пришли чуть попозже они бы с большой вероятностью забрали герой еще бы вовремя успели отойти но тут прям вот у идите супер мобильные герои вот так очень сложно кого-то подцепить там и санкин из блинка просто очень быстро набегает сикер это я уже молчу он бегает пангольер который носится постоянно со своим блинком и раллинг тандером здесь очень сложно вообще кого-то подцепить так чтобы все остались целыми здоровыми ну и по-прежнему лес вот этот энтити занят они по-прежнему имеют варты у них шикарнейший вижен они при этом еще отпушивают центральную линию линию сверху до рошана остается сколько там 40 секунд на 40 секунд таймер на рошана и все готовы видите для того чтобы принимать винстрайк повторю сейчас все решает только вот то как все будет раскастовано тут вот стороны винстрайк например очень важно дать хорошую арену энтити нереально близки к тому чтобы закончить за три карты это противостояние вот сейчас максимально хорошая у них ситуация да и вот так как как жимка не может вот в него просто кидая раптурой приходится нажимать арену но при этом в нее никто не заходит он просто стоит в арене под раптурой не может никуда пойти не может никого подцепить это основная основная проблема винстрайк сейчас то что дэмэджа у них просто не хватает ларл конечно влетает цепляет героев там кучу дэмэджа вносит фишмана закрыл прошлой драки там еще поработал пангольера с него байбек выбил но этого недостаточно остальная сложность для винстрайк это что сейчас вижу он частично за энтити поэтому его видно мк сложно играть для того противника там вся карта в артах елки видны все видишь поэтому обычно против мк занимают эти вот точки где стоит фаррик ну тут глазик до специально ставят эти варды чтобы можно было чтобы было видно все ребята и сделать а еще есть в интервью верно да 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 и они прям контролят мк вот эти вот моменты когда он пытается подойти неожиданно и ворваться замес и вообще для этого все необходимы делают заслуженные то что они его ловят им очень сложно поставить арену я вот пытаюсь помнить night vision там есть все еще то я пока тут посмотри пока его стол видно катах прыгать дохать прыгает абсолютно один но на нем лотос нельзя в него раптуру сейчас давать хорошая палка неплохо много там же потом и проходит дохать все еще жив дохать забирает доме fishman crystal и кристаллис горит кристаллис бкп не нажимает но есть колдебрейс который его спасает на какое-то время и он все еще живет но фир пошел байбек от кристаллиса также тоби кота оми кота оми кота оми здесь загнали в угол кота оми можно забрать получается это делать или нет а он диск спасается та оми все еще живет до конца колдебрейс еще на себя вешать как же долго его бьют при этом ларл здесь горит дохак также остался один кристаллис бежит сюда минус дохак дохак есть Байбэк, может быть байбэк, попробовать драку все-таки продолжить, но нету экзорцизма, потому что ДП-шка погибла. На ДП не такая разница. На ДП пофиг, главное, чтобы другие герои были, которые сражаться. Ларл прыгает опять, Шторм Сторм Стормер без байбэков, 130 кп у него остается, но дерево прилетает ему, и это минус Шторм Стормер. Также Ларл горит, Ларл очень больно в этот момент на хак байбэкаться, потому что без бая остался Пангольер. Нужно драться обязательно. Рошан, ну сейчас нужно рошан идти забирать. Там снизу линия довольно-таки круто пропушилась, ребята готовы идти забирать рошан, но с МК рошан падает довольно-таки быстро. Тинь у нас тоже на всякий случай имеет байбэк, поэтому если завяжется драку, у них очень хороший шанс, чтобы эту драку завершить свою пользу. Да, два байбэк у них умеется, Барик, если что, прибежит. Вот сейчас нужно Барик уйти светить, кому-то танковать рошан, возможно гирокоптеру АМК, а этого рошана надо лупить. Это хороший шанс для того, чтобы Дартигис был очень хорошим. Дахак, кстати, он был бы не Дахаком, если бы не нашел решение, он его нашел. Он просто в лотусе прыгал с ёлки на ёлку, и на него как бы руптуры не хочется вешать. Это рошан, правда. А, что он еще не появился, прошу прощения, 10 секунд. Успевает, не, вообще успевает, они могут форсить драку, форсить. Конечно, без Пангалира, минута без Пангича, они заберут. Там просто байбэк у Тинни, байбэк у Бар, им сейчас нужно придумать, как они заберут рошан за 60 секунд. Экзорцизма нет, без экзорцизма сложно, Кристалис тут еще постоянно кидает бладрайты. Ну хорошо, вариант другой. Не рошан иметь, а пойти подраться 4 в 4. А вот это уже интереснее. И, видимо, так и хотят, на самом деле, винстрайк. Правда, без байбэка до хак, если его сейчас как-то зафоксят, на нем будет все что угодно. Форс-мажор, в него влетает, Тоби, куча дэмэджа, Кристалис под БКБ бьет форс-мажора, он погибает. Но сразу же байбэк, нужно лететь. Ну, не получилось, не получилось, да. Энтити слишком хорошо вот эти точки контролят, они прям вообще не отпускают вот это место, чтобы и Барик не прибежал, чтобы МК с елки не заехал. Ладно, попытка не пытка, уходим, отступаем. Уходим? Ну, отступаем, потому что там Панга уже 20 секунд, он скоро появится. Там у Винтерверна уже байбэк появился. Но пока, видишь, как-то... Если винстрайк дадут в Рашпит, там Винтерверна в соло-игру выиграет, она просто скульт в кого угодно, и там герой сразу падает. Ой, какая позиция у Тоби. Это жесть. И его оттуда забрать, ну, реально трудно. Нотис заходит опять на эту лесенку, Нотис. Опасно играет Нотис, Раптура получает в себя, Ларл прыгает сюда до хак, палочка пошла, до хак также получил Раптуру. Но сразу ставится арена и выкатывается отсюда Шторм-штормер Тоби. Тоби не смог влететь сейчас в него форс-машор. Куда хак потратил все. Сикер еще одна ульта есть. Надо валить. Надо валить. Без БКБ. Сикер еще одна ульта есть, да, без БКБ он здесь ничего не сделает. Все, это отличный шанс, да, теперь самим нажать смог, а просто пойти и разовать поймут. Кристалис идет в Рошпит. Бладрайт пошел. Понимает, что там сейчас никого нет. Можно бить Рошана самим. И змейки пошли. И МК далеко. МК очень далеко, он только-то бежит. Без страйк будут залетать туда. Действительно Санэйка, как он даун пошел. Нужно хотя бы Аегис попробовать забрать неудачный блинк от Тинни. Он не сможет уже про Шпит прыгнуть. Ни в коем случае Кристалис нажимает сразу же и рефрешер. Будет драться под Аегиса, потому что там Виттерскерс пошел по форс-мажору. Очень много дэминжа может пройти. Также здесь подловили Санэйка, Санэйка без байбэка 100 секунд. И форс-мажора цепанули 100 секунд без Баратрума. Ларл отступает, пытается выжить. Также и Нотис рядом. Нотис прыгает вместе с Ларлом на свой хайк граунд и выживает. Но опять же это два саппорта без бая в 90 секунд, полторы минуты. Дэдэ еще лежит на бот-линии, которая сейчас Дахак попытается взять. Ничего не бойся. Давай на мужика. Дахак? Просто взлезь в елки, пойди пешком, зайди, забери эту Дэдэ, лайк-босс. Хелп! Прыгает, убирает. Нормально. Сильно, сильно. Большое преимущество. Все, Эдити сейчас на коне. На таком хорошем коне. А мы знаем, что когда Сикер на коне, остановить его очень сложно. А тем более Манки Кинг сейчас. Вот опять же, опять арена, опять траптура в Дахако. На нем лотуса не было, это очень важно. Когда вот на нем нет лотуса, да, то есть он вот, когда он до этого ворвался, лотусом они как-то размялись, там был лотус, он просто прыгнул в пачку и развалил. А здесь он получил рутуру и все. Да, мой. Дахак ждет кого-то, видимо. Нет, не ждет, пачку просто. Ну, купить что-нибудь. Дахак. Блин, нам каучс нужно поймать, если нет там какого-то FlyVision, какого-то Nostalker. Долго его искать на этих игроках. Ну да. Пауза. Первая, кстати, за игру, по-моему, 44-ая минута и... Да, у Entity есть некоторые преимущества и довольно-таки неплохое. 5 тысячи золота. Да, но оно не такое большое, чтобы прям вот заходить на хайграунд, а там у противника байбеки, они там еще Тинни кого-то неожиданно выкинет, арена поставят. То есть оно не такое большое, чтобы вот они прям могли идти лоб в лоб. Математически они еще не выиграли. Ну да, заметьте, кстати, ни разу это за всю игру не сказал, потому что математически так-то у одних и у вторых все отлично в лейте. И да, лейта мы вообще, кстати, можем дожить на самом деле с какой-то точки зрения, правда, единственное, что байбеки. А лейт это что, мне интересно? Лейт? Да, просто там 6 лотов уже у сегера. Ну давай хорошо, давай будем терпеть шмотки. Что есть, а, вот это лейт, да. Мы это уже называем супер лейтом. Ну, окей. Прям супер пупер. Это такое понятие все-таки, ну, размытый. Лейт, супер лейт. Потому что если вот это рассмотреть как лейт, то, наверное, в 30 играх из 30, нет, в 30 играх, нет, в 29 играх из 30, во. Лейта мы ни разу не видели, потому что шмотки мы видим крайне редко. Лучше надо знать, что это супер лейт, все, он там где-то далеко-далеко. Да, где-то далеко. Shadow Shaman немножко бедный на такой минуте. Ну, опять же, это пятерка Shaman. То есть мы привыкли к тому, что Shadow Shaman у нас играет четверку, да. И у него довольно много денег, у него кроме там Дайгера, Форстафа еще может быть какой-то Аганим, может быть рефрешер, БКБ, все что угодно сверху, которое позволяет ему как-то либо цеплять героев, либо наоборот работать по строениям. А здесь этого нет. У него просто два предмета на передвижение, на то, чтобы хотя бы как-то маневрировать в файте. Ну и вот Форстаф в любом случае хороший предмет здесь против МК, к тому же и против Тинника. Но немножко не хватает еще чего-то. Какой-то может быть Еул против Братрума или того же Гирокоптера. Вот Еул бы очень помог сейчас против Гирыча. Но его пока не хватает, 1600 золота, тем более байбэк скорее всего будет оставлять Фишман. Хотя... Не ладно, Фишману байбэк особо не нужно. Рефрешер на дохаке. Главное не поймать Раптуру. Лотусорп нужен. А у кого лотусорп вообще у Винстрайк есть? По-моему у ДП, да у ДП есть. Она просто не всегда может урваться за ним. У него Блинк, да? А он прыгает с елки на елку. Он прыгнул, она прыгнула, а он дальше прыгает, а она иногда не успевает поразвать за ним. Поэтому иногда лотусы не висит. Значит, с Тайон диск купил. Чтобы не стерли его с файта. Да, мульфайра нет. Хороший. Хороший. Действительно. Винтер Виверна также с Тайон диском. Только уже с собранным. С многие игроки, знаешь, делятся. Игроки, которые покупают Тайон диск, они же все-таки делятся на два. Типа одни собирают его сразу, другие его не собирают в последний момент, когда уже прижмет, скажем так. Ты какой-то? Я? Да. Порой кай. Я на микрочах. Надо, чтобы прижало. Там какая-то шмотка валяется. Ладно. Эй. Так, ему она нужна. БКБ на Братруме. Да, хак в позиции. Чекает, опять же, если кто-то придет на эту пачку крипов, так и он сам решает отпушить линию. Кстати, вот постоянно пущущийся центр, и это неприятно для винстрайка в такой игре, потому что все время приходится обращать внимание на эту линию. Есть, конечно, чем отпушивать. Есть баундлэстрайк. Один Эволенщини спокойно отпушивает всю линию. Да, и крипсворм, баундлэстрайк, что-нибудь такое. Опять же, всегда приходится все время перетягиваться. Может быть, хочется в какой-то другой позиции. И будет Ларл влетает, что-то у шамана просто стирается. У него есть байбэк, опять же, кристалис. Опять Раптура, но в этот момент в Ларла, и он летает на телепорте. Валейш. 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 Ну, будет так. Ну, хорошо. Что-то у шамана есть байбэк. Энтити нужно держать в ампост. Вот ампост сейчас у них имеются байбэки. У Пангавера есть байбэк, да? У шамана есть байбэк. Нужно прям вот каким-то образом заманить винстрайк на этот ампост, чтобы у них было численное преимущество. На винстрайк туда не пойдут, мне кажется. Они просто сделали вот этот пиков. Либо в смоках как-то попытаются еще атаковать. Но если поймут, что все-таки аванпост там есть, то не будут. Понимают, что если шаман байбэкнется, это проигранная драка. Плюс хекс, плюс змейки какие-то условные. На той позиции, где находится аванпост. Если поставятся змейки хорошие, то один герой может просто не уйти из этого файта. И это может быть и как санейка, так и нотис, так и дохак. Так что нужно быть аккуратным. Этерия уже у Тоби. Тоби, кстати, знаешь, как-то вот сейчас... Дамажить начал? Ну, с одной стороны, дамажить начал, да. С другой, я хотел сказать, что наоборот, как раз он... Единственное, что он делает, это иногда врывается, когда винстраки сами идут на него, грубо говоря. Это учащий сингинга. Какому тяжело. Аганим на Виверне. Вот это интересный артефакт. Который у нас появляется очень нечасто, на самом деле, на Виверне. Она теперь дамагер? Да, она теперь дамаж дила. Тот самый. Туда выходим в лейт. Выходим в супер лейт. Выходим в супер лейт. Винстракт. К слову, в супер лейте, Arctic Burn, это одно из самых мощных вообще... Тоже один из самых мощных спллов. Там 9% до 3-х фор он взлетает. Там еще замедление всякие. И, короче, это, ну, там, сильно зашло очень сильно. Вообще, я, наверное, сказал бы, что здесь в супер лейте единственный герой, который может немного проседать, это Братром. Все остальные герои... Как же башки. Ну, башки, башки, но там бить нужно. А когда ты против Пангольера играешь, очень трудно бить. А Пангольерска не будет. Ну, если ты такой Пангольер, он сейчас чисто в Барико будет к цельце. Все может быть. Все может быть плюс. Похоже, мы ждем следующего Рошана. И вот игра, может, вообще сейчас и в такое русло, что... Уже будет плевать им страйком на Рошана, потому что там уже все очень богатые. Ну, как бы вот сейчас вот есть, да, у Интити Айгис, там, сыр. Ну, вот это вот все. А, Игис уже нет, да? Вот. И... Да и ладно, забирайте на здоровье, что мы на байс посидим. Ну, либо не торопимся. И ждем этих. Шмоточек ждем. Да, шмоточки. Видимо, от этого Винстрайка будут играть, потому что пока... Ну, сколько мы уже увидели активных действий? На минут 5 точно ничего не происходило у нас вообще на карте. Так там... А, Шаману только забрали. Причем без размены какого-либо. Ларл просто в него Раптуру нажали, и он улетел. Есть ли контроль какой-то через БКБ у Сикера конкретно? По-моему, Эбисел. Тот сам, Эбисел? По-моему, Эбисел, да. Он у меня в каждой игре почти есть. Пока Башер. Но пока нет, да. Но Башер тоже будем считать, что это контроль. Ну да, но все-таки... Ну да, согласен. Поезд будет. Так, Винтервер, она там уже там уплотняется, она такая. Ну ладно, Аганимчик есть. Каю взяли. Все, идем в Супер Лейд. Входу прожимает на себя айтем, чтобы ее вообще никто не нашел. Ну и вот тут можно вообще стоять очень долго. Повторю, здесь уже Рошан не является такой прям сверхмощной мотивацией, потому что ребята как бы с Эгисом, они уже никуда не торопятся заходить, а у Винстрайк довольно-таки мощный Дев Хайграунда. В арену там вот это все, оно очень круто заходит на лестницу. Смотри, какой-то крип появился, там Доминатор у Герокоптера, и какой-то крип, вот я вижу, как раз идет по центру, интересно, что там за крип. Бегает, бафает? Да, там какой-то баф. Или разведывает. А, это Гарпия. Гарпия. Та самая. Круто. Хронейк тоже это использует как раз. Как и Скаймаг, мы помним. Каталоми, по-моему, как раз на Скаймаге очень любит этот Доминатор. Да, вижу, значит, дает себе. Ну, карту поделили на две части, да? Да, один фармит низ, второй фармит вверх. Там, наверное, для истории каких-нибудь. Время для истории? Давай, Дмитрий. Нужен какой-то контекст. Контекст? Да, я пока смотрю, контекста нет. Контекст? Контекст, он у всех есть байбек. Вот те контексты. Слушай, ну, блин. Такое. У всех есть байбек. Это, конечно, круто. А вот сейчас может у кого-то байбека не оказаться. Тоби. В него врывается форс-мажор. Да как? Есть арена. Тоби контроль. Но Юл! Спасает его сейчас. Шторм Штормер в этот момент вместе с Кристаллисом пытаются с Братурмом разобраться. Получается, это дело. Ларл влетает на развороте. Ларл много дамега выписывает Кристаллису. Но тут же Раптура. Ларл стоит. Ларл очень больно. Шторм Штормер пытается его выкинуть отсюда. Ларл его все еще страдает. И минус Тинни в итоге. Да, погибает он. У него есть байбек. Может также его нажимать. Нотист. Забирает Шеду Шамана. Шеду Шаман также байбекается. Дахак по деревьям прыгает. Дахак. У него есть еще одна арена с рефрешера. Врывается в Нотиста. Винтерскерс. В Мейке. Вообще все в эту ДПшку. Духи вернутся совершенно нескоро. Есть еще один секундчик. Нужно его нажать. Садыка. Нотист. Не, нажимает секунд. Он все еще и погибает в итоге Дэз Профит. Улетает отсюда Дахак. Дахак улетает отсюда? Улетает отсюда, да. Упрыгивает. Ну, слушай, он как ты? Думает, я там ворвусь, там микро разорву, а он такой поп и ничего не произошло. Ой, это Дахак. БКБ. На разворотике. Башики. Не пробуют. Палка тоже не работает. И уходит. Здорово. Вот такой момент в такой зарубе. Это чисто такая мужеская драка. Обычно просто побеждают те, кого больше. Ну, и больше было тех, кто может сразу селепортироваться на вышку. И это, конечно же, энтити, которые под вышкой дрались, байбэкались. К слову, тир-один вышка стоит. Для меня это вообще шок. Это все первые минуты. Тир-один вышка сверху стоит. Я даже не заметил. Да. И на эту вышку тпшились. Я вот только так сейчас обратил внимание, что она вообще существует. Ну, и Рошанчик. На Рошанчик я в Винстрайке не пойдут. Они просто давали. Жесть. 10 тысяч преимущества, но Рошан плюс. Самое главное, мне кажется, даже не Аигис все-таки в этой ситуации, а Аканим Рефрешеры. Вот сейчас Аканим Рефрешеры влияют гораздо больше. Аканим забирает Тоби. Крутой у Сент-Кинга Аканим. Я бы вообще Shadow Shaman уже все отдавал, чтобы там был полный набор. Shadow Shaman в таких играх очень сильный. Вот если ему отдать Рефрешер, он поставит две пачки Змеек, там просто Змейки будут базу разваливать. И МК Змейки точно не будет бить. Так, Storm Stormer. А там, смотри, смотри, крадется в Инвизе. И так же ТП-6 сюда. Что они... Они пытаются найти... Они в позиции. Storm Stormer потратил Роллинг Таннер. Они кликают, они кликают. Пошла арена. Палка. Сюда же. Форс-мажор въезжает. Незерстрайк. Ларл поднимает и забирает. И Тоби могут забрать. На сомне или нет, Тоби уходит. В этот момент Раптура пошла. Ларл без Байбека. Незерстрайк. Еще один пошел по Бладсикеру. Бладсикер отхиливается. Очень много дэмэджа по Ларлу. Ларл без Байбека погибает. Кристалли сможет так же здесь ответить. Но уходит отсюда до хак в итоге. И Тоби эпицентр кастует просто, чтобы забрать Форс-мажор, который так же остался здесь без бая. Форс-мажор погибает. Без Байбека двое игроков из команды Винстрайк. Нужно как-то дефаться. Есть, конечно, экзорцизм, гондаун и арена будет. Но все равно тяжело. Шторм Штормер еще потратил бай. Ну, Байбеки победили. Ну, ладно, еще не победили, но улучшили позицию антити. То есть, в очередной раз Винстрайки держатся там, где есть аванпост. В очередной раз у нас антити байбекаются. Снова они наваливаются. За счет численного перевеса просто разматывают. И по итогу у нас байбеков нет, а антити пятером тут. Уф, есть экзорцизм? МК без ульта. Сколько до арены? Вот это важный на самом деле момент. 20 секунд до арены, есть рефрешер. Не хочешь нажимать, пока арену не поставишь первую. Санейка, Санейка, опасно. Его подкопали, неплохо. Шторм Штормер еще разворачивается. Можно Санейка забрать. Санейка имеет также байбек. Санейка погибает, но это только первый раз. У него будет бай. Сейчас нужно выкупаться, скорее всего. Не хочется терять вторую сторону, хотя там еще Т2 стоит на третьей стороне. Нотис прыгает под Дахаха, под Бангл Страйк. Айон Диск срабатывает. Санейка также тут. Санейка байбекается, но пока сюда не прилетел. Кристаллиц продолжает бить Т3. Нотис, здесь экзорцизм. Но как вот здесь сыграть-то Винд Страйк? У нас на самом деле трудный момент. Тем более, что найти позицию очень сложно против Виверны, которая сейчас летает по боковым деревьям. И вторая сторона падает. Нотис никак не смог задефать эти строения. Так же, как и Дахак. Но стоит третья. Там еще и Т2 стоит. Поэтому Энтити пока это Т2 сломает. Пока дойдут до Т3. Пока еще в Глив нажмут Винд Страйк. И пройдет очень много времени. Скорее всего могут дождаться и Тинника. И Ларла, и Форс Мажора на самом деле. 30 секунд осталось всего лишь до этих ребят. Но под Гальерой есть рефрешер. Нет байбека. Есть Линкен Сфера. Его очень сложно как-то подцепить. Куда-то прыгнул. Я уже думал, кого-то нашел. Пуф. Близко. 7 секунд осталось. И Змейки. И Змейки. Нужно воспользоваться шансом. Как минимум вышку снести, как минимум. Надо, надо, надо. Пушки работают. Байбеки есть. Змейки пошли. Также Арена. Кристалис. Кристалис уходит. Пытается Нотис. Зорвает Нотис. Очень больно Нотис. Айон дисфрокает. Но есть байбек у ДПшки. Байбек у ДПшки есть. Также БКБ нажимает. Нотис живет до конца. Нотис все еще живет под Раптурой. И даже стоит Шторм Штормер очень далеко. Шторм Штормер абсолютно один. Шторм Штормер. Миттер Скёрф по Дахаку. Но он не работает. Никто его не бьет. ДП все-таки забирает Шторм Штормер. Штормер убегает на ло хп. Дахак как же много демоджа по Лару. Лару погибает. Это минус Анейка. Минус Лару. И Дахак дерется абсолютно один в арене. Будет забирать хотя бы Сент Кинга. Сент Кинг. Сент Кингу очень больно. Еще и может погибнуть здесь Кристалис. Но Кристалис уходит. Кристалис уходит до 500 хп. Что вообще происходит? Минус. Что там Шаман без бая. Две минуты. Кристалис забирает в последнюю сторону. Никак это дело не задефать. Форс Мажор там куда-то бежит. Вообще. Форс Мажор вообще куда бежит. Или это показалось. Нет. Это Дахак. Дахак прыгает по деревням. Нету рефрешера сейчас. Видимо в кулдауне. Будет пытаться забрать просто так с ручки Кристалиса. Нереальное количество демоджа. Но Кул Дэбрейс спасает. И ненадолго спасает. Суки Аэрис он теряет. Можно забрать Дахака без бэ. Нет. С байбэком. С байбэком Дахак. Нотис. 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 Без байбэка. Отлетает. Лару. 50 секунд. Ну Дахак один по сути. Форс Мажор здесь никак не поможет. Рефрешер есть еще у Блотсикера, который он только что приобрел. Похоже на то, что все-таки Энтити выигрывают Дота 2 Чемпионс Лиг 8 сезона. Со счетом 3-0. Последние Тир 4 вышки падают. Кристалис бьет их. Тир 4. Одно осталось. Форс Мажор въезжает в крипов. Аганим есть. Дахак. Очень больно Дахаку. Без байбэка. Две минуты. ГГ. 3-0. Энтити выигрывают Дота 2 Чемпионс Лиг 8 сезона. Жестко. Да, жестко, жестко, жестко. В общем, молодцы. Вообще, молодцы. Виндстрайк, что боролись до конца. Шикарнейшая карта была. Такое крепкое противостояние с обеих сторон. Там до последнего вообще было неясно, кто кого развалит. Дахак красава. Энтити красава. И ты, кстати, тоже красава. Спасибо. Да, красавчик. Один из лучших новичков. Вот. Врухавин. А потом опять подпишут, что... Конечно, конечно. Мой родственник. А, так вот он. Ладно. Более подробно эту встречу и итоги всего турнира, я думаю, подведет наша студия аналитики. Ей слово. Поздравляем команду Энтити. Они становятся чемпионом 8 сезона. Чемпионской лиги подходит. Да, да. Один из лучших чемпионов 2 сезона. 100% чемпион. Да? Да. Слушайте, ну третья карта подарила огромную кучу эмоций, дохаков и всего-всего. И прочее. Волюх победит с одной командой, а с второй, где все получилось, все не получилось. Наоборот получилось, наоборот не получилось. И вот это вот постоянно катавастик, где ты сидишь, типа 20-м, ну вроде ГГ, но нет. 30-м сидишь, смотришь, да вроде ГГ, но нет. И вот постоянно вот эта вот, типа знаешь, неясность того, что вообще происходит. То есть нет какого-то явного преимущества. То есть вроде бы уже сильные энтити, но тут драка, всех убили. И вот постоянно вот это происходит. Очень крутая серия, очень крутая карта. Да, карта, именно карта. Карта, да. Вторая, наверное, нет? Первая, третья? Да, 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 да. Ну мы надеялись, что Виза Трай хотя бы одну оттяпают. Ну это было ближе всех. Ну они были максимально близки, я бы сказал, на третью, к тому, чтобы все-таки перевернуть здесь. Но, как мы видим, энтити на каком-то дичайшем кураже по итогу. На кончиков пальцев буквально все-таки перевали, переломили эту макаку. Вдумайся, переехать в Virtus.pro и потом переехать вот так вот 3-0 еще в финал. Да. И это при том, что перед этим они с 7-900 сыграли 0-2. Да, да. Быстрая карта чуть ли не всего турнира. Слушай, ну к этому объективно шло. К тому, что энтити будут, ну как минимум, финалистами этого турнира, потому что они с самого начала прям очень крутую доту пока... Они отыграли с 2-2 с фрой, проиграли за 17, там и за 20. Да, для меня это вообще было неочевидно, если честно. Они отыграли крутую группу, там, они у них без поражений, да, у них 6-0, по-моему, закончили. Ничего они не закончили, они приглашены были. Да, они приглашены же, да. Подожди с кем, кто закончил. Гамбит. Гамбит. А, ну да. И те, и другие закончили хорошо, но и те, и другие не справились с приглашенными ребятами. Совет, я уже. Энтити, Virtus.pro и Windstrike, три команды, которые были приглашены. Эти три команды сегодня разыграли топ-3. Ну, заслуженно получает. И определили, кто лучший из них. Справедливо. Мини-плей-офф, мини-группа такая получилась. Да, ну, я даже не знаю, кого здесь больше хвалить у команды Энтити, потому что эти нереальные эпицентры от Сент-Кинга, и Пангольер выдался шикарным, да и Сикер в очередной раз показал свою... Ну, эта игра, вот, как раз-таки, максимально равных по скилу команд была на третьей карте. Вот, все, вот, реально зависело от микросекунды. Ошибись ты где-нибудь в одном движении, не нажми БКБ, прокни там лишний башек и так далее, все сразу... И Зарм проходит, да, рандово. ...в одну или другую сторону, вот. Поэтому здесь прям очень напряженная карта была. Вот, от каждого фрага много зависело. Вот, ну, вообще, только вдумайтесь за секунду, что каждый файт у тебя Виндреверно реально дает куда-то ультимейт, и под этот ультимейт откуда-то вырывается Сикер. Ну, не Сикер этот, Скорпион, что ему каждый раз он жив, каждый раз он еще не тратил ультимейт, каждый раз ему не сбивают даггер, он реально скастовывает. Я больше чем уверен, что он опять, там, 1028-30 где-то нанес около такого, что для Сент-Кинга. Да неважно, сколько он нанес. Знаешь, типа, это в кейсе вот у тебя раунд закончится, и там либо 500, либо 0, то есть, типа, в диапазоне. Ты можешь, почитать, что за 2 раунда не боишь 1000, за 3-1,5 и так далее. Тут ты можешь за игру миллион урона нанести, и это ничего не даст. Ну, как на Венике, к примеру. Например, да, там можно нанести 20 урона, но это будет, вот, те самые нужные 20 урона, чтобы закончить. Чемпион по урону всегда был Зевс. Да. Если что. И даже не Тинкер? Даже не Тинкер. Зевс, он просто ФК на басте постоит и наносит слишком. Да, стоит, у него там дэмэдж процентный, как бы... Ну, не, у него дэмэдж с базы не процентный, но... Ну, именно, когда в файте ты находишься... Сейчас надо шарт. Сейчас надо шарт. Шарт вообще мем. Да-да-да, то есть, был нормальный герой, сделали его какую-то фигню. Это сейчас, да. Но зато полноценный косплей на Марио, получается. Видел? Знаешь фамилию Марио? Нет. Марио. Марио-Марио? А, его брат Луиджи Марио. Луиджи Марио. Серьезно? Ну, вроде как. Мем. Да. Мем, да. Ну, ладно. Ну, и в итоге, если бы у нас было, знаешь, голосование MVP турнира, кому бы отдали? Марио. MVP? Да. ГПК можно за его примогу, которая, типа, у него получалась все эти дни, но сегодня плохо. Можно попробовать выбрать кого-нибудь из Entity, например. Знаешь, обычно и дают, да, кому-то, кто выиграл. Но вот как выделить кого-то одного из этих пятерки? Как-нибудь. Невозможно. И я бы не брал коров, наверное. Ну, нет, тут можно Тоби попробовать. Или фиш. Я бы Катаоми отдавался, честно. Я тоже. Катаоми был и на Спирит Брекере очень хорош против игры в ВП. То есть он там реально не доложил тебе ни пьюру, ни... Типа, да, но в этой игре не очень хорошо. Ну, не знаю. Смотри, вот у тебя, да, в порядку. Вот у тебя вторую карту, например, плохо сыграл Тоби. Одну из... Первую на Кома напугни, вторую напугни. Это Шторм Шторм я хорошо сыграл. Вот. Вот, да. Шторм все три хорошо, Фристалли все три хорошо. У тебя два игрока... Ты говоришь, коров не трогай. Да, он предлагает. А я считаю, что... Он может коров брать. Я просто говорю, что эти двое, они реально на соточку сыграли все три игры. То есть не было какой-то просадки, не было чего-то такого, за что ты говоришь, типа, ну фигня какая-то. Мне нечего давать. Один три стабильно хорошо. Второй три стабильно хорошо отыграл. Суду Шаман выпал здесь, интервьюерный выпал на прошлой карте, офлайнер упал на этом. Окей. Значит, NPP мы просто не выделяем. Поэтому нет, ты можешь выбрать, то есть вы выбрали... Ну а это будет шторм шторм. давайте к того дальше что же дать твоим выдадим вот не буду давать давай 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 я буду и пи турнира от важно это нужно выбрать или нет нет да я за себя тогда просто так скажем вброс не больше а потом новости всех паблик финал наконец-то можно упадет весь финал весь полуфинал каждый день урона жестко кстати что именно но количество которое однокомандный сабвы насколько очень здорово коллектива 70к на оси это опять же к расчету на то насколько сложно было в этой игре просто элементарно передвигаться кором команды винстрайк что до хаку что на тине ну то есть налог на ларлу да лучше оптиматься его нужно стоять на месте не можешь бежать либо это бежишь умирает заше это больше трети урон его к то есть это ну там два с половиной все-таки я на десять тысяч ошибся 38000 санкинга 70 на стикере который но и он не то чтобы супер ауешный демидж дилер у него как правило на правду без руки раптура да то есть на самом деле очень круто но и вот кто мы здесь на опять же но много не так решает такие но верно все таки хорошо отыграл в третью карту решающего просто посмотреть на стату там было пару таких метров скверсов это мелочи как бы было пару плохих и реводжи как бы мы тоже видели главное вовремя последний дать решающий до аронный а еще я просто офигел с того какой же хейт санэйка был от игроков да какая-то драка у тебя лоха п баратрул мы просто смотрим драку за дракой и понимаю куда побежал стикер а он за санэйка наверх три кор героя там где-то побитых кто-то там уже полумертвый все почти фулхом санэйска стикер возможно отлично счета может быть я не представляю что там случилось но реально вот они в каждый момент просто драка не драка куда-то идут даже без санков типа нижняя вот руна где-то типа гора вард ставится пруд заходит туда санэйч ульт панга в лед от этого от скорпиона с ультимейтом и все то есть че с ним сделать так ну что друзья у нас вот так вот выглядел весь путь начиная от сетки плей-офф из наверное ну так скажем не самого приятного мы не увидели чилокс ни разу в офисе плей-офф но команда в целом вроде как даже неплохо прошла до четверо финала нижней сетки но тем не менее я думаю а точнее уже факт что они будут в следующем сезоне ну и конечно же команда энтити которая все-таки через нижнюю сетку прошла и выиграл в этом гранд-финале со счетом 3-0 да я бы еще выделил ребят из новом анки бизнес которые реально не очень что-то играли группу но по итогу в плей-оффе смогли вот типа пройти гамбитов которые топ-1 группы и даже энтити дали бой 2-1 да они большие молодцы но и мы с вами большие молодцы потому что мы выдержали это испытание мы выдержали этот турнир самое главное испытание нас ждет впереди девятый сезон по сюжету знаешь каждого аниме в конце главный злодей побежден да но или тут выезжает цифра 9 за ним еще больше такой здоровый еще больше качман стоит но смотрим что про меня скачу наверное можно регистрироваться уже да совершенно верно будет открытая квалификация для того чтобы зарегистрировать себя и свою команду можете нажимать на баннер под окном трансляции и это соответственно этот баннер приведет вас к прямой регистрации на девятый сезон до два целых возможно вы уже следующий станете команды которая выиграет этот чемпионат а может и нет еще раз поздравляем команду энтити спасибо всем коллективом спасибо вам дорогой зритель что были на протяжении всех этих дней вместе с нами уже со счета сбился сколько их ну и конечно же спасибо нашей огромной команде которая работает за кадром им вы можете сердца любви в чат написать им будет а конечно же приятно все тоже работали без выходных но и там еще есть даже опция типнуть апсов типнуть апсов нужно всегда инмейт джем гром бананы всем бананы дорогие друзья увидимся в девятом сезоне всем пока еще раз огромное спасибо